ВИЧ-инфекция 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 Я хочу показать, как людям, например, особенно близким, пережить этот момент, когда им становится известно о том, что их, например, близкая подруга или сын или близкий родственник сообщает им о том, что у него, например, есть СПИД. Азамат считает, что самое ценное – это понимание по отношению к человеку, который берет на себя риск признаться в своей проблеме. Всем дана одна жизнь, и она, конечно, в любом случае испытание, что бы ни случилось. Я думаю, что нужно относиться совершенно спокойно и нормально, как к обычным людям, точно так же общаться и не видеть в нем зараженного. Это может случиться с каждым. Перед актерами стоит сложная задача – показать то, с чем они никогда не сталкивались. Чтобы помочь исполнителю главной роли вжиться в образ, Азамат настраивает начинающего актера Евгения Куприя на нужное состояние. Я разговаривал с мамой, она у меня задавала вопросы о том, предохраняюсь ли я, есть ли у меня девушка, какие вообще у меня увлечения. Я старался нормально это делать, в смысле, как со своей мамой. Представлял, что это действительно есть в моей жизни, действительно этот разговор в данный момент. Играть трудно, потому как не знаешь, как это, как относятся к тебе люди, как ты видишь мир, когда болеешь таким вирусом. Несмотря на юный возраст, Женя прекрасно вжился в образ и понял, каково это – испытывать страх за свою дальнейшую жизнь. Он рассказывал, что накануне проходил анализ на ВИЧ-инфекцию, и это состояние помогло ему войти в желаемый образ. Мы все люди, мы все рождены здесь, на земле, рождены для того, чтобы жить. И не важно, какой человек, все равно у всех есть великая душа, которая может все. И главное – поверить в себя. Эти двое поверили в себя, а потому не побоялись и сняли свой социальный ролик, который может послужить на благо обществу. Человек, который занимается благотворительностью, для него важно осуществить эту благотворительность. То есть, что такое благотворить, сделать хорошее, делать какие-то добрые поступки в отношении других, совершенно незнакомых ему людей, но которые нуждаются в этом. Благотворительностью может заниматься любой. Не обязательно для этого нужно иметь какие-то большие средства, деньги и так далее. Достаточно иметь желание. Сынок, как ты? Хорошо. Чем занимаешься в свободном арене? Наверное, девушку с обезьянью? Нет, почему? Готовлюсь к экзаменам. Ну и девушка, конечно, есть. Вы, наверное, целовались? Мам, ну, конечно, целовались. Ну-ка, посмотри на меня. Мне кажется, вам не только целовались. У вас уже что-то было? Было. Было? Чего? А ты предохранялся? Я серьезно. Ты пользуюсь презервативом. Мам, ну как я тебе это скажу? Скажи, как есть. Я предохранялся. Предохранялся. Точно? Да. Правда? Не верю. Что-то как-то мне... Мука. Да. Я предохранялся. Эх, ладно. Верю, верю. Читайте Хит-Ти-Ви в Твиттере. Ищите канал на Ютубе. Смотрите на Кивики-Зет. А также ВКонтакте и Фейсбук.